МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Среда» вновь выносит на всеобщее обсуждение проблему, волнующую ульяновцев. На этот раз наша съемочная группа по приглашению жителей выехала в поселок Опытное поле в железнодорожном районе Ульяновска. Жителям улицы Юбилейная грозит смертельная опасность от недавно отремонтированной дороги по программе «Комфортная среда ТОС». Поначалу жители очень обрадовались новому качественному асфальту. Но, как оказалось, главными благополучателями от новой городской артерии стали не они. Все проезжают по нашей дороге. Мы боимся... Я многодетная мама, у меня 8 человек детей. Я не могу выпустить своих детей, потому что они выскакивают из калитки, сейчас собьют прям, все, они летят. Они даже скорость не сбавляют, летят. Кошек передавили. Всех кошек передавили у нас. Собачек мелких передавили всех, которые выбегают на улицу. Также и детей задают всех. Жители улицы Юбилейная очень недовольны тем, что с тех пор, как отремонтировали дорогу на их улице, все машины пошли здесь. Говорят, что рядом есть широкая объездная, та, по которой должны ходить машины. Но все едут по ровной дороге, по отремонтированной дороге. Несмотря на то, что на улицу могут выйти дети. Несмотря на то, что пешеходам негде идти, если едет машина. Однако, увидев камеру, многие машины разворачиваются, сдают назад. Они не знают любого шампера. Они на него не знают. Решать свою проблему жители пытались через ГИБДД. Написали коллективное письмо. Светлана Полывяная собирала подписи. В итоге сотрудники пару раз выехали и проконтролировали движение. Однако, кардинальных изменений это не принесло. Тогда жители решились еще на одну меру воздействия на водителей. Положили своими силами лежачих полицейских, как они называются. После этого приехала администрация с ГАИ. ГАИ ничего не сделало. На основании административного кодекса администрации, как они сказали, мы убрали. Потому что они мешают проезду. Вот единственная искусственная неровность, которую удалось отстоять жителям после того, как сюда приехали сотрудники администрации города. Однако рукотворная неровность не преграда для машин. Ездят, как говорят жители, даже грузовики. Джипы, почти задевающие заборы, часто. Водители недовольны, что люди переходят дорогу и мешают проезду. Знак, который администрация города поставила на въезде на улицу Юбилейная, водители не знают. Во всяком случае, именно так они говорят жителям улицы, которые пытаются остановить проезжающие машины. Ты кто? Я? Да. Учредитель. Какой учредитель? Чего? Учредитель чего? Дорога твоя? Да. Документы есть? Есть. Показывай. В машине. В носе? Почему я должен выездить? Ты придешь в документы, будешь тормозить дорогу. Да? Вот знак, действие которого водители знают – уступи дорогу. А вот действие этого знака они для себя никак не идентифицируют. Поэтому гонят по этой улице как хотят. Мы готовы рассказать неразимым выпускникам ульяновских автошкол, что он означает. Знак 5.21 предупреждает автомобилистов о том, что на данной территории повышен риск наезда на пешехода. В пределах жилой зоны запрещается ехать со скоростью выше 20 км в час, игнорировать пешеходов, не предоставлять им приоритет в движении. Объезжать пробки, сокращать путь, то есть использовать жилую зону для сквозного проезда. Останавливаться на долгое время, более пяти минут, не заглушив при этом двигатель. Водители обязаны соблюдать общественный порядок и уважать жильцов. Нельзя слушать музыку на повышенной громкости. Добросовестные автолюбители едут по улице Новосибирская. Те, кто хочет сократить свою дорогу всего на 300 метров, сворачивают на улицу Юбилейная, где представляют огромную опасность для людей, для детей и для домашних животных, которые уже не раз гибли под колесами таких автомобилей. Программа «Среда» обратилась за комментарием в ГИБДД и администрацию города. В ГИБДД с ответом не поторопились, сославшись на бюрократические регламенты. Получить ответ от администрации оказалось проще. По словам дорожных специалистов, устранить проблемы организации движения на улице Юбилейная непросто. Направим письмо о соблюдении правил ПДД в ГИБДД Вианской области. Мы сейчас смотрим, следим за ситуацией. В дальнейшем, если ситуация будет остаться такой же, будем принимать решения по дальнейшей организации дорожного движения. Вынесем на очередную комиссию по безопасности дорожного движения данные вопросы. Лучшим решением для жителей в администрации видят размещение знака «Движение запрещено». Тогда сюда смогут проехать только спецмашины и авто жителей улицы. Искусственные неровности разместить нельзя, так как они устанавливаются по согласованию с ГИБДД. А дорожным правоохранителям по закону нужна статистика ДТП. То есть, когда на дороге пострадают люди, тогда они дадут санкцию на установку лежачего коллеги. До тех пор по закону они обязаны не давать положительного решения. Жители ждут от администрации решения своих проблем. Администрация нам пообещала, что выход будет найден. Программа «Среда» следит за ситуацией. Редактор субтитров А.Семкин